Всем привет и добро пожаловать на мой канал Наверное, каждый, кто приезжает сюда в Польшу, уже наслышан разные истории о том, какое здесь ужасное медицинское обслуживание как здесь стоят, не знаю, наверное, месяцами в очередях для того, чтобы попасть к какому-то врачу и, скорее всего, вы, наверное, не доедете до больницы и вас никто не обслужит В общем, сегодня будем разбираться об этих мифах больше сегодня я остановлюсь на больничных листах В общем, если вы работаете здесь и заболели, то это не так уж и страшно все можно вылечить и сегодня будем разбираться, кто сколько получает по больничному листу как его оформить и как вообще высчитывают вашу среднюю зарплату в месяц, если вы болеете Поэтому, если вам это интересно, то оставайтесь вместе со мной Каждый иностранец, который приезжает сюда в Польшу, легально трудоустроен он должен быть застрахован Это касается умовой операции, а также умового взлицения Что касается умового отдела, то получается так, что иностранец должен застраховать себя лично очень редко, когда страхуют его работодатель То есть, получается так, что если вы платите страховку, то вы получаете бесплатное медицинское обслуживание Я вам уже не раз рассказывала о страховании, о НФЗ в предыдущих своих видео Но, повторюсь еще раз, взносы, которые идут в ЗУЗ, они предназначены для финансирования разных выплат То есть, например, такие как пенсия, то есть это пенсионный фонд Далее это по инвалидности Следующее это медицинское страхование, то есть в случае болезни, либо, например, в случае, когда женщина беременет И еще также страхование от несчастных случаев во время работы Если вы трудоустроены на умове операции, то нужно учитывать тот факт, что у вас идет на все виды социального страхования То есть, это на пенсию, на медицинское страхование, это по несчастных случаях, также по инвалидности А если вы трудоустроены на умове злицения, тогда взносы идут на пенсионное, также на медицинское и от несчастных случаев страхования Если же вы трудоустроены на умове отдела, как я вам сказала ранее, то, к сожалению, вы не застрахованы То есть, вы должны лично идти страховать себя и платить определенный взнос Для того, чтобы впоследствии получить бесплатное медицинское приложивание Ну, а теперь давайте поговорим, какие виды бывают при болезни Первое, это, наверное, самый распространенный, это защилок хоробовый То есть, это пособие по выплате, когда вы идете на больничный Если вы заболели во время трудоспособности, то выплаты будут от 70 до 100% От средней вашей заработной платы за последние 12 месяцев Платить такое пособие могут в течение 182 дней А в случае туберкулеза, а также беременности, то данное пособие выплачивается 270 дней Независимо от того, рабочий день это, либо выходной То данное пособие выплачивается каждый день, который вы находитесь дома То есть, на больничном То есть, если вы даже заболели в субботу И у вас есть больничный, вы там болеете 2-3 недели То вам платится за все дни, которые вы находитесь дома Также стоит учитывать, что первые 33 дня, либо же первых 14 дней после 50 лет Оплачивает работодатель 80% 100% выплачивается только в том случае, если это от несчастных случаев пособия Либо же, если вы беременны Что касается умов излицения, то данное пособие можно получить только в том случае Если вы застрахованы в течение 90 дней Исключением из правил, то есть, с первого дня Могут получить только те, кто беремен Также, если произошел какой-то несчастный случай на работе То есть, либо же в пути на работу, либо в пути домой с работы Далее, это ученики школьных учреждений И также это сенаторы и послы Работникам выплачивается пособие, как я вам уже сказала, 80% Если работник находится в больнице, тогда выплачивается 70% Ну а 100% выплачивается только во время несчастных случаев, но и также беременности Для того, чтобы получить данное пособие, вам нужно сначала обратиться к семейному врачу по месту вашего проживания То есть, проснулись утром, чувствуете, что вы заболели Идете в ближайшую пешеходную по вашему месту проживания И обращаетесь к семейному врачу Да, я знаю, что к семейному врачу иногда запись бывает и 2-3 недели На такие случаи есть еще дежурные больницы То есть, те, которые работают круглосуточно Те, которые работают и по выходным, и в праздники Вы можете также поехать туда, обратиться к ним Приходите к семейному врачу, он вас смотрит и вам дает больничный лист, который называется L4 Который вы должны отдать работодателю своему в течение 7 дней От момента выписанного этого листа больничного Если вы отдаете на 8 день, тогда больничное пособие вам будет платиться на 25% меньше Это не касается только от несчастных случаев А также не касается тем, кто беременны Следующий вид пособия по болезни – это реабилитационное То есть, это шведшение рехабилитативное Что оно предназначает? Оно дает право получить такое шведшение Когда вы находитесь на больничном больше 182 дней Либо же больше 270 дней Такое шведшение могут выписать только тем, которые планируют в дальнейшем после лечения выйти на работу То есть, если же врач подтвердит документом о том, что да, после реабилитации еще сколько-то дней Вы сможете потом выйти на работу Тогда такое шведшение вам тоже оплачивается максимально в течение 12 месяцев В том году, в 2017 году средняя выплата пособия составила 1580 злотых Но эта сумма не фиксирована То есть, она высчитывается от ваших зарплат И получается так, что в первых 3 месяца вам платится 90% В последующие месяцы вам платится 75% До конца, ну, сколько вы там будете лечиться Но не больше самого года Ну и 100% выплачиваются, как всегда Только либо беременным, либо же от несчастных случаев Также стоит знать, что если вы болеете больше 182 дней Либо же 270 дней без пособия на реабилитацию То тогда работодатель может с вами расторгнуть трудовой договор Есть некоторые пункты, некоторые моменты Когда, конечно, можно и обжаловать Можно восстановить свое рабочее место И через суд потом возобновить Да, это все Но все-таки я вам советую Если вы понимаете, что ваше состояние здоровья Не позволяет выйти на работу Тогда вам нужно просто расторгнуть по обоюдному согласию Либо же, если вы пришли к врачу И он говорит, что после 182 дней Вы еще можете быть на реабилитации То есть в течение 90-100 дней И после того, как вы пройдете курс реабилитации Вы можете вернуться на работу То обязательно оформляйте шведшение реабилитации Чтобы не было впоследствии проблем Чтобы потом можно было нормально выйти на работу К работодателям Как высчитывается больничный по L4 в Польше? В общем, все на самом деле просто Берется ваша заработная оплата за последний год Она суммируется Потом эта сумма делится на 365 дней И за каждый календарный день работник получает 80% За свой больничный Либо же 100% если вы беременны Либо же от несчастных случаев Наверное, вы уже читали новости Что с 1 июля вступает новый закон И уже будут отменены вот эти бумажные L4 То есть все-таки уже вступят в право Электронный больничный И когда вы приходите к врачу К семейному врачу Брать больничный лист То он уже будет заполнять все электронно И отправлять по всем станциям То есть и в ЗУС, и к работодателю То есть уже эту бумажку Эту выписку не нужно будет нести работодателю В течение 7 дней То есть никто уже не будет получать Меньше 25% от суммы пособия Если вы, например, принесли позже Как я вам говорила раньше Но это все будет с 1 июля Еще одним моментом в этой ситуации будет так Что если, например, вы ушли на больничный То работодатель, если не доверяет тому Что к нему пришло Что вы ушли на больничный Он имеет право обратиться в ЗУС И подать заявку на то, чтобы вас проверили Правда вы находитесь в больничном или нет Если же вы в период больничного Находитесь в отпуске Либо же делаете ремонт в квартире Либо где-то гуляете, танцуете, пьете Ходите по разным вечеринкам То вас могут лишить данного пособия То есть вам могут не выплачивать это пособие Также помните о социальных сетях Потому что это всеми доступная сеть И работники ЗУС могут просто найти вас в социальной сети И посмотреть по вашим фотографиям, где вы находитесь Поэтому будьте аккуратны с этим Вы не имеете права также работать Где-то подрабатывать во время больничного То есть вы должны находиться как больной на больничном То есть вы должны лечиться Для того, чтобы не лишиться данного пособия Помните то, что когда что-то происходит на работе То есть, например, какой-то произошел несчастный случай Вы прижали где-то палец Вы споткнулись Вы ударили руку, плечо Сразу говорите Бригадиру, а также БХПовцу То есть кто отвечает за безопасность на работе И пускай составляют акт Пусть это будет Вам покажется, что это незначительно Что вы там прищемили палец и все Но составляйте сразу акт Если вы поедете к врачу И он подтвердит, что все хорошо Это отлично Но если выявится, например, на томограмме Что у вас сломанный палец Либо поврежденное плечо То если вы правильно составили акт на месте работы По несчастному случаю То тогда вам будут выплачивать страховку И больничные вам будут оплачиваемы полностью По 100% вашей заработной плате Если же так получилось, что Случилось что-то на работе Вы ударились или как-то На следующий день Вы никому не сказали На следующий день вы пошли в больницу И выявилось так, что у вас там вывих плеча Либо нерабочий палец То вам никто уже не будет оплачивать это 100% Потому что это не составлен протокол на работе Поэтому вы будете просто получать больничные пособия 80% А могли бы получить 100% А также могли бы еще получать и выплаты с ЗУСа Поэтому здесь больше не бойтесь То есть знаете свои права И если вдруг что-то произошло на работе Сразу говорите бригадиру А также ответственному по БХП То есть безопасности на работе Составляйте протоколы Едите в больницу, проверяйте И подтверждайте это документально Что с вами все хорошо и вы здоровы Либо же наоборот У вас что-то повреждено Что впоследствии вам могли выплатить это пособие И еще одно пособие Я затрону здесь Потому что очень часто меня его спрашивают Это по уходу за ребенком То есть защила к опекунши Данное пособие выплачивается в течение 60 дней По уходу за ребенком здоровым До 8 лет Либо же за больным ребенком до 14 лет А в случае за уходом другим членам семьи То такое пособие можно взять Такой отпуск по уходу Можно взять максимально на 14 дней в году Все что касается больше То есть если вы хотите уже больше дней взять То это все за свой счет И здесь уже разговаривайте с работодателем Очень внимательно читайте умовы Которые вам дают для подписания На этом в принципе у меня сегодня все Я желаю вам крепкого здоровья Не болейте никогда Ну и спасибо, что сегодня были вместе со мной Ну а с вами увидимся уже совсем скоро В следующих видео Всем пока-пока